В Казани начали снимать документальный фильм, который будет показан в 40 странах мира. Главное в ленте гала-концерт, который завершит культурный марафон универсиады в оперном театре. И сегодня специально для съемок прибыл Валерий Гергиев, продолжит Дмитрий Пиаваров. Компания Телемонди спопуляризирует классическую музыку в исполнении солистов мега формата по всему миру. Казань выбрана не случайно. Город, связанный с Горьким, Шаляпином, Нуриевым, Толстым, Губайдулиной, выбран стартовым плацдармом для фильма, который расскажет о нашем городе как окультурной составляющей мирового процесса. Среди хедлайнеров Валерий Гергиев, который связан с нашим городом как политический объединительный фактор. Все знают Валерия Гергиева, это великий маэстро, это знаковый представитель не только России. И оркестр его можно назвать коллективом номер один. Поэтому рассказы Гергиева о Шаляпине, например, очень уместны в фильме. Здравствуйте, Валерий Гергиев, приезды. Хочется, чтобы как можно шире и как можно ярче был показан вообще и облик Казани, и вообще достижение Татарстана, и красота, и открытость этого города, и людей, которые здесь живут. А это можно сделать, конечно, и через уже давно устоявшиеся и творческие, и дружеские связи. Шаляпин, Нуриев, Казань. Так будет называться музыкальный фестиваль. Во время универсиады заключительный гала с участием Гергиева и оркестра Мариинского театра завершит спортивную декаду. Это будет оперное шоу с участием Михаила Казакова, Альбины Шаги-Муратовой, Ольги Бородиной и, возможно, Анны Нетребко. Программа гала еще в стадии утверждения. Главное показать и спектакли ваши, и коллектив театра, и коллектив оркестра Государственного симфонического оркестра, чтобы просто в Петербурге и вообще огромное количество людей следить за тем, что происходит и тут, но и у нас огромное внимание со всего мира к нам. Просто надо больше сейчас делать вместе. Пока Маэстро общался с нашей съемочной группой, французские коллеги выстраивали свои мизансцены. Качественный пиар должен быть качественным со всех сторон.